здравствуйте и сегодня мы с вами свяжем такую мушку как holy grail caddis мушка вяжется довольно таки просто мушка угловистая вязать мы будем на крючке tmc 2487 данном случае на 10 номере что ж приступим к монтажу устанавливаем крючок губки тисков монтажную нить мы будем использовать юни оранжевого цвета 80 закрепляем монтажную нить и проматываем подложку на продолжение всего тела мушки излишки можно подрезать проматываем примерно до сюда и возвращаем монтажную нить по направлению колечко далее зафиксируем такой материал как плоский люрекс перламутровый отрезаем материал и закрепляем его на цевье так же проматываем на продолжение всего нашего предполагаемого тела мушки в качестве тела мы будем использовать мех смазки зайца отрезаем пучочек меха и перемешиваем мех у себя в руках таким вот образом мы получаем вот такой вот даббинг формируем даббинговую нить и приступаем к формированию тела мушки добавляем даббинговую нить и добавляем даббинговую нить и добавляем даббинг чуточку нам не хватает добавим еще вода му и остановимся примерно вот в этом месте далее нам надо сформировать сегментацию мушки при помощи нашего плоского люрекса начинаем формировать сегментацию стараюсь придерживаться примерно одинакового шага люрекса и закрепляем материал излишки отрезаем далее нам потребуется такой материал как бородки хвостового пера фазана вот такие вот бородки отрываем от асти бородок 6 таким вот образом и закрепляем на цевье закрепляем таким образом что бородки пера смотрят немного в сторону от оси цевья не по оси смотрят на вот немного от оси цевья отрываем еще еще бородок 6 7 и так же закрепляем на цевье но уже под углом в другую сторону вот таким вот образом делаем пару закрепляющих оборотов и излишки материала отрезаем теперь нам надо добавить немного даббинга перед бородками пера фазана также воспользуемся натуральным мехом смазки зайца добавляем на монтажную нить и формируем также тело но уже перед пером фазана вводим монтажную нить вперед и вот в этом месте где заканчивается даббинг мы делаем финишный узел делаем пару раз для того чтобы наверняка монтажную нить отрезаем далее головку мушки шарик латунный этот поправляем отодвигаем назад вот таким вот образом крючок можно немного переставить чтобы нам было удобнее работать с ним вот в такое положение и закрепляем монтажную нить излишки отрезаем далее добавим чуть-чуть буквально самую малость даббинга даже можно еще меньше самую малость чтобы прикрыть отверстие и теперь наш латунный шарик накрываем бородками спера фазана так вот сверху и закрепляем монтажной нитью сделаем пару оборотов поправим перо вот получилась такая конструкция делаем еще парочку закрепляющих оборотов излишки отрезаем торчащие кончики пера мы немного прикроем монтажной нитью и установим сейчас такой элемент следующий как хакл а хакл будет выполняться из пера куропатки вот такое вот перо подготовим перо убрав лишний пух который нам не будет нужен часть бородок отводим пласти назад таким вот образом и закрепляем вот таким вот образом выпуклой частью пера то есть лицевой наружу и фиксируем излишки излишки также отрезаем монтажную нить немного вводим вперед и начинаем формировать хакл мушки берем пальцами за кость пера отводим бородки пера вот так назад в сторону загиба и начинаем формировать хакл поправляем периодически бородки пера назад получалось сейчас еще раз вот таким вот образом закрепляем костинку излишки отрезаем и формируем небольшую головку мушки берем наш узловяз и делаем финишный узел монтажную нить отрезаем обязательно добавим капельку лака на финишный узел на головку мушки для того чтобы она в дальнейшем не распалась стараемся не заливать колечко не попадать на бородки пера расправим бородки пера вот такая в итоге у нас получилась с вами мушка Holy Gravel Cadiz вяжется относительно не сложно игра бородок куропатки очень привлекательна в воде рыба реагирует хорошо на это поэтому стоит попробовать связать и поймать рыбу и и и